привет друзья и сегодня у нас пятница я решила выйти на прогулку даже не то чтобы выйти а мне надо купить чемодан у меня случилась такая неприятная история значит мой чемодан который я уже практически упаковала чтобы ехать лететь приднестровье в кишинев в аэропорт но кто знает я живу на ферме и у меня водятся мышки не везде но в пациентном помещении в кладовочке где я оставила свой чемодан уже с вещами и с конфетами шоколадными мышки сделали дырочку и съели мои конфетки шоколадные поэтому я осталась без чемодана и без конфет нас сейчас вечер несмотря на то что уже 7 часа вечера очень ослепляющее солнышко но хотя целый день было пасмурно нидерландах погода очень переменчивая чаще всего очень холодная и мне это не очень нравится потому что из теплого региона я постоянно мерзну и постоянно чувствую дискомфорт но не в этом суть сейчас я приехала в город удэн кто знает кто смотрел мои предыдущие видео этот городок находится совсем недалеко от места где живу где-то не знаю минут 15 езды примерно на машине и мы сюда едем часто за покупками потому что здесь очень много магазинов о уже спряталась солнышко и мы через месяц уже должны жить и куда не поздравьте меня так как мы продали ферму как я говорила были определенные проблемы с документами у людей которые покупают нашу ферму но уже все проблемы решились и им дали уже кредит им дали документы на руки у нас вот примерно на середину юля сделка с нотариусом и мы уже будем переезжать друзья я нашла чемоданы но немножко не то что я хотела посмотрите они пластиковые когда-то давно у меня был чемодан с пластиковый вот такими вот деталями все такое вот но он очень быстро пришел в негодность из-за того что на вот этих округлых углах молния вышла из строя даже сказать она распоролась и не застегивалась и мне были проблемы с этим если вы часто путешествуете посоветуйте какой взять хороший качественный чемодан я это уже 5 магазин и у них везде пластиковые эти чемоданы это просто какой-то во первых ты должен обязательно ходить с этой корзинкой извините у меня с русским проблемы уже и там какие-то три убогих чемодана стоят ну короче проблем касси с чемоданами как я посмотрю ой друзья сейчас зашли в магазин в один и там девушка начала нам рассказывать где можно купить чемодан мы спросили ее не продают ли в вашем магазине чемоданы довольно таки большой магазин три этажа она говорит сейчас я вам расскажу где продают она вышла с нами на улицу и объясняла нам как пройти чтобы не заблудиться попасть магазин где продают чемоданы так что идем посмотрим продаются ли там чемоданы а 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 все я купила себе наконец-то чемодан мне повезло так как сегодня 20 процентов скидки и я купила очень хороший бренд который дает гарантию 5 лет я надеюсь что он прослужит мне дольше чем пять лет друзья посмотрите сколько сзади меня велосипедов и мужчина поет с колонкой я не знаю зачем он стал с этой колонкой поет по какой причине так много велосипедистов пятницу вечером а все потому что все хотят выпить вот заполнены бары рестораны и слева от меня очень много кафетерий которые тоже заполнены пятница вечером для нидерландов это святое посмотрите сколько людей и обратите внимание сколько велосипедов что здесь в принципе все забито и сейчас еще не вечер еще солнышко в зените но если вы видите на заднем плане кафешки все забиты это пятница вечером а вы говорите карантин какой карантин короче видео получилось история одного чемодана ну извините знаете я решила перейти немножко в другой формат съемки видео как я живу чем я занимаюсь и собственно говоря как живут другие люди в нидерландах и сейчас я вам что-то покажу я когда-то приехала в нидерланды и влюбилась в эту страну только потому что здесь растут гортензии гортензии это мои самые любимые цветы я просто их обожаю не розы не роман машки ничего меток не впечатляет как гортензии и именно голубые гортензии если мне мужчина подарит голубые гортензии считайте это первый шаг растопить мое сердце мне нравится пятница вечером в нидерландах так как работают все заведения допоздна и атмосфера в городе очень живая очень такая позитивная чувствуется прямо что надо отдыхать и развлекаться выпивать встречаться с друзьями и так далее и сегодня этот день я тоже хочу провести с пользой так что сейчас мы оставим мой новый чемодан в машине на парковке и пойдем в какой-то кафешку посидим ресторан выпьем бокальчик вина и едет машина я разговариваю как обычно и все кто сидит в машине прямо вылезли в окно смотрят знаете я еще заметила что вот у дано он сам по себе маленький городок и здесь очень мало блогеров скажем так я ни разу не видела чтобы кто-то что-то снимал и если вы поедете в сторону амстердам братен дам там очень много туристов там много иммигрантов то здесь иммигрантов может процентов 5 ну 10 от силы очень мало и из-за этого мне наверное нравится здесь потому что ты чувствуешь именно саму страну нидерланды они уже вот эту смесь когда много людей приехали и расплодились скажем так и изменили уже немножко атмосферу нет здесь именно чувствуется такая нидерландская культура нидерландский язык и здесь со знанием только английского языка очень сложно найти работу потому что почти все говорят на нидерландском потому что маленький городок тут рядом одни фермы поселки и даже не все знают хорошо английский но если вы проедете сто километров большим городам все кардинально изменится и нидерланды сами по себе небольшие но вот такие вот моменты интересно узнавать про эту страну а сейчас мы находимся на конопляном поле и это неудивительно потому что это нидерланды во-первых погода вы видите меня просто сносит сумасшедший ветер это нормальная погода для нидерландов так как в нидерландах нету гор и сплошная равнина поэтому здесь постоянно сильные ветра и самое хорошее что есть в этой стране это счастливые поля я их так называю посмотрите какое здоровое поле конопли сзади меня просто можно зайти и купаться в ней ну не знаю думаю что это не разрешено здесь я не знаю для каких целей выращивают эту коноплю понятно что многие скажут это для того чтобы курить но мой человек сказал что они делают из этой конопли жгуты ткань и прочее другое я не уверена мне кажется только для того чтобы курить и выращивают и я замечала что здесь в норд-правансе очень много полей с коноплей также здесь растет виноградник что очень удивительно для нидерландов так как здесь очень мало солнечных дней сегодня 1 5 начинался дождь он потом заканчивался было ужасно пасмурно потом появляется солнце сумасшедший ветер эта погода просто меня убивает если честно подписывайтесь на мой канал не забывайте кое-что ставить и я буду стараться выпускать для вас больше видео и до скорой встречи пока пока